все я готов игнатий лапкин это я игнатий лапкин вы по skype у меня найдите там легко искать и там я вам скину тогда или сейчас даже могу дать youtube канал огромный канал дальше сайт это через гугл зайти таких сокровищ нигде больше нету там только 50 книг моим голосом насчитано включил и поезжай дорогой слушай библии архипелаг гулаг все можешь слушать вот если хотите вы можете сейчас зайти на наш youtube канал называется канал во свете библии канал канал во свете библии и дальше добавьте игнатий лапкин так и что там сейчас я записала перейду сейчас а так вы не на компьютер на своем не 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 на компьютере просто записывал на листочек а вы сейчас можете набрать конечно вот так за напишите это сказать вы за вызовите канал во свете библии игнатий лапкин ой ничего себе у нас восемнадцать семнадцать тысяч триста роликов наших сорок две тысячи подписчиков и сорок три миллиона просмотров это очень достойно очень достойно да потому что у нас очень богатый материал мы строим с нуля православную деревню была миссионерская поездка от из барнаула я в барнауле сейчас нахожусь до владивостока потом до лиссабона португалия прошли скандинавию прибалтику север чечню я везде дарил 650 городов 35 38 томов книг какие у меня вышли из печати да вы где живете в каком городе ачинск я вас и спросил вот ваш о ващинске это хакасия но это красновский край ну да так вот у вас там есть храм он называется константина елены и там моё духовное чадо работает трудится священник отец геннадий фаст доктор богословия вы так все знаете то есть да он духовно он немец миннанит бывший преподаватель томского университета физик математик мы однажды с ним беседовали в пол пятого утра закончили и он из миннанитов немецкая есть там такая вера стал православным его господь нашел вот он иногда в красноярск приезжает там там ведет занятия а если в самом ащинске живете вы обязательно сходите к нему скажите отыгнать и лапкина вам поклон до земли хорошо ему будет очень приятно это хорошо я передам обязательно да а что вы спрашивали что такое ащинск ну я просто спрашиваю людей знать ли они что это за город просто маленький город и никто о нем почти не знаю у вас там у вас там в вашей библиотеке мои все 38 книг серьезно да конечно и вы можете пойти сказать книги лапкина сколько у вас есть целые они нет их как правило растаскивать и назад не отдают потому что им аналога нету я вот студентом в университетах ввел в пяти институтах занятия отвечая на любой вопрос согласно того что говорит библия вот что она на это говорит что говорят святые отцы а это 300 томов что говорят каноны это 719 правил и что говорят жить я святых 1173 биографии и мировая поэзия и мировое искусство вопрос как вот вы как верующему человеку у вас прошу а можно ли носить символику вот такой вот футболочки а там что-то написано я не вижу нет нельзя нельзя это бесовщина какая-то это бесовщина но я тоже думаю ну просто и носить нечего дома ничего ничего сожгите или замажьте или как-то ее надо осветить это проклятие как вообще чем освещать я просто ну я сам в этом не шарю просто я не вижу там что-то дэву написано и там хел типа ад это да 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 хел это так вот получилось просто нет нельзя даже в комнату заносить нельзя да нельзя надо сжечь и руки вымыть святой водой хорошо хорошо я так понимаю святая вода она выдается или покупается просто я подаю просто к священнику подойдите скажите он сразу вам даст не она не покупается ну я не знаю просто я не особо в церквях бываю как бы так как я студент и мне просто не хватает времени ходить понимать надеюсь если вы познакомитесь с отцом геннадием фастом и узнаете когда служба идет сходите послушайте его можете на исповедь сходить у вас совершенно другая жизнь будет вы увидите человека подвижника настоящий священник не ради денег у него у него у него хотел сходить церковь но как-то не решался ну как это не решался это наша жизнь если без церкви я понимаю что это наша жизнь но говорю опять же у меня очень много дел и они не всегда могу уделять что-то там нет душа дороже всех наших дел написано если весь мир приобретешь а душе повредишь какой выкуп дашь ну и что толку учишься душа в ад пойдет вот это хэлл и будет который на вас мне вот еще один вопрос интересен как вообще люди узнали то что там вот ад что там есть если никто там не был вообще никто был 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 уже много людей было вы просто не знаете не ну а как они же не выходили чтобы выходили выходили пришли однажды пришло сразу 500 человек но я не не я не думаю что в истории что-то такое я живу барнауле если вы сейчас зарядите запишите просто у стюжанина клавдия вы в ю тубе увидите ее сын андрей рассказывает про нее она три дня лежала мертвая в морге домашние получили уведомление ее труп препарировали она воскресла я здесь встречался несколько раз но я что-то подобное смотрел тоже браку я это я я я свидетель я на дому был у нее когда она была живая она прожила еще кажется 14 лет а сыну было немного там я не знаю восьмом классе андрюша был сейчас он священник струнина это не это не выдумка никакая ее препарировали хотя у нее был рак желудка и ноги там резали что-то там это такое и теперь там швы делал профессор неймарк там были опровержения что не заметили врачи как не заметили блудник не пьяница не наркоман не матершинник в раю не будет а будет сатаной мучиться в огне я не сижу я работаю да работаем людям возвещаем считаю псалтырь евангелие молимся за них у нас идет большая работа здесь в чат рулетки так вы если хотите больше узнать вы запишите два слова которые вам помогут взять ключ от наших ресурсов на мнение интересно не верю бога не верите в бога доказать чем вы живете тогда то как же так без веры в бога смысла то никакого и нету для могилы только верю в себя из себя бога сделал да бог то гнилой сегодня есть завтра нет и бог умер бог с маленькой буквы это дьявол как же человек может верить в себя когда он смертный когда он спит тогда люди были бы разобщены во всем мире мы знаем что христиан настоящее время 2 миллиарда 200 миллионов и 2 миллиарда мусульман и почти 2 миллиарда буддистов они верующих всего 8 процентов но на них падает 99 и 9 десятых всех преступлений мира от них исходит а за зло раз бога нет творил и думаю пробы как не маяковский говорил тогда греха нету все позволено это у достоевского братьях карамазов иван рассуждает так тогда все дозволено поедают друг друга убивают только за перестройку в россии убита безбожниками убита 120 миллионов младенцев в утробе матери абортов я не знаю теперь из не знали пока я не сказал теперь уже знаете я больше этим не интересовался ну ежедневно в россии совершается 20 тысяч абортов и только один глава администрации одного региона запретил аборты считать их за преступления кто это ну не коммунист конечно рамзан ахматович кадыров чеченская республика мусульманин но отсюда и вывод что надо подражать в этом вопросе доброму человеку ладно тогда если вопросов нет и не желаете знать до свидания ни одного слова хорошо я бы вам сказал а наши ресурсы указал можете зайти на наш youtube канал во свете библии у нас очень большой канал 17300 роликов понятно понятно книгу из которой люди узнают что нужно делать чтобы получить настоящий смысл жизни я вам сейчас показывал у вас не было не смотрели у вас у вас конечно такой книги нету да она отвечает на все вопросы для чего человек родился как живет какие судьбы мира дальше будут как будут мировые события распространяться это все известно в библии ну что сейчас с мусульманами разговаривал сейчас интересно он спрашивает кто библию написал я ему отвечаю 40 человек писали авторы будучи движимы духом святым продолжение 1600 лет а кто горит коран написал его это ваш к вам вопрос это ваша книга он не может ответить вас интересует что-нибудь о душе о спасении чтобы в ад не попасть после смерти что иисус христос умер за наши грехи умер и воскрес после субботы у нас воскресенье то есть память что он воскрес сейчас идет две тысячи девятнадцатый год от чего считается от рождества иисуса христа ребята вы находитесь не дома дома а я гляжу вы так так как будто опасаетесь говорить как ты к евреям относишься что относится непонятно как ты к евреям относишься к евреям так как библия заповедует я христианин и ответ один может быть такой бог избрал первое из них от и веры авраама обещал ему что написано родиться спаситель мира и там написано так кто будет проклинать семя авраама будет проклятый кто будет благословлять будет благословен поэтому я вот сотрудничал 18 лет с тюрьмой после того как освободился помогал заключенным так я почему я отвечаю я говорю мы в первую очередь стараемся помочь мусульманам маленько я вам расскажу что господь бог сотворил мир и людей не бросил отдал им закон свой закон да ты еще не жила неверующая смотри какая книга божественная неверующая значит будешь нехорошим человеком я не верю богу я верю в штучку штучка так успокойся успокойся я хочу послушать начинайте господь наш иисус христос умер за грехи людей и воскрес для нашего оправдания а человеческое вот это окривляние это все уйдет когда человек умрет то там будет он или с богом в раю или в аду гореть в огне все время будет этого никто не избежит а люди что люди это короткая жизнь щервям корм готовят вот так и поэтому надо молиться ходить в храм божий там священники есть можно исповедоваться у них а почему вы в видеочате сидите да я не сижу я работаю мы здесь собрались люди для плохих дел и мы как врачи пришли чтобы рассказать этого делать нельзя так я тоже говорю то что нельзя это не хорошие люди собираются здесь тихо нет все это для истории помогает нет не